Я вижу, что вы переживаете из-за этих роликов, из-за того, что ситуация, которая произошла с ними, хочу вам помочь. С чего вы решили, что я переживаю? Как вас зовут? Меня Юрий зовут. Юрий, с чего вы решили, что я вообще переживаю по поводу чего-либо? Ну, я вижу по вашему поведению, что вы ни один ролик уже пилите на эту тему и пытаетесь доказать свою невиновность. Я вам хочу помочь. Ой, Юрий, знаете, сколько людей хотят мне помочь? Прям очередь уже целая. А то, что я пилю, да, вот эти ролики, как вы говорите, давайте будем считать, что я хайпую. За меня не переживайте, я абсолютно спокоен, как танк. А чем вы хотели мне помочь, Юрий? Ну, я вас слушаю, что вы молчите? Алло. Да-да, говорите, вы что-то замолчали. А, вот, все. Да тут вам надо просто держать, могу что-то говорить. Юрий, чем конкретно вы мне хотите помочь? Просто вот сформулируйте коротко мысль. Вы ошибаетесь по поводу того, что я там где-то в чем-то переживаю и что-то там пилю. Это ваше сугубо личное мнение, которое ошибочно. Если хотите, я могу даже пояснить. Но вопрос сейчас не в этом, вопрос в том, что вы хотите от меня лично и как хотите мне помочь. Потому что вы изначально сказали, что хотите мне помочь. У меня есть контакты просто с женщиной. Я могу передать на словах, чтобы она прислала адвоката своего, чтобы вы с адвокатом порешали вопрос. Чтобы до суда не доводить. Потому что вы, наверное, проиграете этот суд. Какой суд я проиграю? Ну, по моральному ущербу. То, что вы оскорбляли в своих видеороликах сотрудника полиции. Юрий, я выиграю этот суд. И нахлобычу кое-кого. А что за адвоката вы хотите ко мне послать? Нет, почему просто вы так уверены? Вы по образованию юрист? Вас интересует мое образование? Ну, конечно. Мне же интересно, вот как человек там юридически... Как вы считаете себя грамотным? Там вот эти ролики все строят. Да, Юрий, я считаю себя грамотным. Вы правильно сказали, да. Зачем вы хотите мне послать какого-то адвоката, при этом мне говорите, что я что-то там где-то проиграю, и чтобы решить как-то без суда, если дело находится в суде. Вы либо не владеете информацией, либо пытаетесь меня вести в заблуждение. Может быть, хотите играть какую-то вторую игру? Нет, никакую игру. Просто вам дороже выйдет. Дороже в чем? В судебном порядке бы урегулировали вопрос, и все. Вы переговорщиком выступаете на данный момент? Между кем и кем? Ну, как бы да. Ну, то есть, вам дали поручение со мной переговорить. Юрий, подождите, смотрите. Я вас понимаю. Вам сказали мне позвонить и попытаться со мной урегулировать данный вопрос. Правильно? То есть, вы не простой человек. Вы не просто мой подписчик. Правильно? Вы человек, которого уполномочили решить мирным путем тот или иной вопрос. Правильно я понимаю? Это, соответственно, может быть сторона, ну, ИСЦа в данном случае, со стороны Панфилова. Правильно? Нет, меня никто не уполномочил. Я сам просто хочу помочь вам. Вы же не профессиональный юрист. Правильно? С чего вы решили, что я непрофессиональный юрист? Ну, вы же не заканчивали институт юридический. Юрий, я же задаю простой вопрос. С чего вы решили, что я что-то не заканчивал? Что я непрофессиональный? Что я проиграю дело? Что мне нужен адвокат, которого вы мне предлагаете? Давайте на чистоту. Вы же, вы же... Да. Ну, я вот так вот думаю по вашим роликам, что вы просто насмотрелись блогеров различных и возомнили себя юристом-самоучкой. Юрий, давайте все-таки по чесноку. Юрий, давайте по чесноку. Я людей вычисляю за 3 секунды. За полторы секунды. Ага. Вот давайте по чесноку. Кто вам попросил мне позвонить и конкретно по делу предлагайте, что вы хотите мне предложить. Я готов рассмотреть любое предложение. Обсудить, если нужно встретиться. Вопрос как бы, ну, не в этом. Давайте не надо играть в спектакль. Конкретно позвонили, с какой целью, что вы хотите. Ваши условия. Соответственно, ну, я их рассмотрю. Ну, вы согласны, что вы не юрист? Юрий, мы немножечко не то с вами обсуждаем. Вы хотите мне что-то предложить? Мы же не будем сейчас обсуждать мою квалификацию, мои знания и тому подобное. Ведь цель вашего лозунка не в этом. Я вас просто подловил. На чем? Чтобы начать с вами разговор. Чтобы вы трубки не бросали сразу. Вот на этой теме. Но все-таки я вижу, что у вас это тема. Вы не взяли, что я трубки бросаю. Я как раз, если вы внимательно смотрите мои видеоролики, вы очевидно видите, что я очень общительный человек. И готов с вами побеседовать. Если бы я хотел бросить трубку, я давно бы ее бросил. Понимаете? И когда даже вы замолчали на какое-то время, я не стал бросать трубку. Я ждал, когда вы там одышитесь, наберетесь смелости и продолжите со мной разговор. Я все-таки жду от вас конкретику. Я же с вами разговариваю по WhatsApp. Мне здесь просто нужно держать экран, чтобы он функционально... Хорошо, пускай будет так. Пускай будет так. Юрий, давайте по чистоку. Ну я уже третий или четвертый раз вам об этом говорю. Формулируйте мысль, цель вашего звонка. Явно это не цель поговорить со мной о моем образовании и тому подобное. Я вам давайте сразу развею все, скажем так, ваши сомнения. У меня уровень знаний очень высокий в юриспруденции. Заткну за пояс многих ваших адвокатов, которые вы мне советуете. Закрыли эту тему. Теперь переходим по существу. Что вы предлагаете? Можете сказать? Юрий, вы что от меня хотите? Сказать, что вы заканчивали? Мне вот это очень интересно. Юрий, я же у вас не спрашиваю, Юрий, послушайте меня. Я же вас не спрашиваю, сколько вы в день ходите в туалет или передергиваете. Зачем вы спрашиваете то, что я вам не хочу отвечать, потому что не относится это к делу, к нашему разговору. Вас это не должно волновать. Это относится, потому что вы же себя позиционируете как публичная личность, правильно? У вас канал свой, блоги вы ведете, показываете... Вы сейчас меня хотите на какой-то базар развести, Юрий. Ну, я не понимаю смысла вашей беседы. Давайте по чистоку. Вы пишете разговор... Ну, вы вот... Разговор пишете? Вы журналистом являетесь? Юрий, я задаю простые вопросы. Вы разговор пишете? Слушаю вас. Ответ. Пишите разговор. Не слышу. Да, да. Вы же пишете разговор. Пишите. Я вот специально звонил... Я говорю, вы разговор пишете или нет? Я у вас спрашиваю. Ну, пишу. Молодец. Теперь давай уже по чистоку. Кто, чего, откуда звонишь, какая должность у тебя, звание и так далее. Ну, конкретно уже расскажи, что, чего и как, что нужно. Ну, зачем тебе моя должность и звание? Ну, так а зачем ты спрашиваешь мое образование? Зачем ты вообще со мной разговариваешь, прикидываешься каким-то подписчикам, какую-то ересь несешь мне? Да я тебе вопросы задаю конкретные, как подписчики. Да кто ты мне задавать вопросы? Ну, кто? Следователь? Так представься. Нет, я не следователь. Просто ты себя позиционируешь, как общественный деятель. Вот тебе звонит человек из общества. Ты можешь с ним поговорить нормально? Я с тобой нормально разговариваю, Юра. Юрь, я с тобой разговариваю абсолютно нормально. Поэтому я и от тебя хочу нормального диалога. Ну, вот я просто простой человек. Звоню тебе узнать о тебе больше информации. Откуда ты получил такое образование? Откуда ты вот это все взял вообще, придумал? Придумал что? Вот эту вот борьбу, которую ты ведешь. Я никакую борьбу не веду. С чего вы взяли? А за что ты ролики тогда вот эти вот выкладываешь всякие? Оскорбляешь сотрудников полиции. Я никого не оскорбляю. Ну, посчитай, что это не оскорбительно, твой ролик, что ты себя так и ведешь. Юрий, я понимаю, что ты меня вытягиваешь на определенный ответ, на определенный диалог. Конкретно, что ты от меня хочешь? Вот ты, я тебе столько вопросов задал, ты ни на один не ответил. Вот что ты после этого? Юр, да я тебе могу нахуй послать, понимаешь? Вот и все. Ну, видишь, какой ты некультурный человек. Ну, потому что ты, ты ментовская, мне звонишь и пытаешься что-то тут пробивать. Или я ошибся? Почему ты решил, что я, почему ты решил, что я ментовская тварь? Потому что ты себя ведешь, ты себя ведешь, как скотина. Ты мне звонишь и тут задаешь мне какие-то вопросы. Послушай меня, Юрок, Юрок, послушай меня. Ты звонишь и какой-то вопрос мне задаешь, в такой интонации, как будто я тебе что-то должен. Ты ничего не попутал. Ну, если ты себя ставишь деятелем, общественным, будь добр, держатель. Да тебя ебет, как я себя ставлю, Юр. Юр, тебя ебет, чего я делаю, как я себя ставлю и тому подобное. Мне просто интересно. Мне просто интересно, что ты насмотрелся блогеров и выставляешь всякое говно. Да ты можешь думать все, что угодно. Ты это говно хаваешь. Послушай меня, Юрок, Юрок, ты хаваешь это говно. Я тебе это говно буду пихать в твою глотку. И ты будешь это жрать. Понимаешь? Слушай, когда тебя за яйца взяли, спрашивают, ты ролики снимал, выкладывал. Ты как тварь какая-то, блядь, перебываешь, заднюю даешь. Что ты очкуешь? Не очкуй, Славик. Славик, не очкуй. Все будет хорошо. Не очкуй. Не очкуй. Да я-то не очкуй. Дадут тебе звездочку. Дадут тебе звездочку. Тебе еще раз говорю. Дадут звездочку. Хуевый из тебя, блядь, штирлиц получился. Я тебе еще раз говорю. Я тебя вычипел за три секунды. Я тебе знаю больше, чем ты знаешь обо мне. Ладно, подожди. Почему ты так говоришь, что хуевый штирлиц? Вообще, вот я слышал, что ты в армии не служил. Почему ты в армии не служил? Я тебе еще раз говорю. Ты чего, просто вот, ну, диалог ни о чем. Давай не будем вести. Конкретно, что ты хочешь? Ну, ты о себе не расскажешь. Я просто хотел узнать, вот как вот, откуда берутся такие вот говноблогеры. в России. А, то есть ты мне позвонил, чтобы как подписчик мне нахамить, правильно? Да нет, я тебя вообще не хамил. Это ты меня со мной матом разговариваешь. Ну, потому что я с тобой разговариваю нормально, у нас разговор нормально не получается. Ты начинаешь мне хамить. Ты начинаешь со мной играться. Я тебе вопросы задаю. Я тебе вопросы задаю. Да вопросы ты будешь задавать себе в кабинете, понимаешь? Своим, блядь, посетителям, не мне. Чего ты смеешься? Тебе нечего сказать. Так я тебе не должен ничего говорить. Тебе просто не едет моя личная жизнь, понимаешь? Вот и все. Да какая личная? Ты уже публичный деятель. Публичная жизнь у тебя. Если ты выставляешь вот эти ролики, пилишь, значит ты себя позиционируешь как защитник. Моя жизнь ровно такая, какую я делаю и какую я выставляю. Ни больше, ни меньше. Потому что все, что касается меня лично, моей персональной данной, персональной жизни, я нигде этого не выставляю, если ты не заметил. А если у тебя есть какие-то данные, то ты лишний раз подтверждаешь, что ты мент, понимаешь? Причем мент поганый. Так ты сам в роликах выкладываешь все это. Я просто твои ролики смотрю. Так покажи, где конкретно я выкладываю. Покажи, где конкретно я выкладываю. Что? Вот эти все сведения я взял из твоих роликов. Ну давай, назови какой конкретно ролик, и в каком ролике звучит какая информация. Ну то, что ты в армии не служил, я узнал из роликов, правильно? Из какого? Я не знаю. Я не знаю, где ты какие ролики смотришь, и вообще на каких каналах. Скажи, какой ролик. На ютубе. На платформе ютуб я смотрю. Ну понятно, что на ютубе. Какой ролик? О чем ролик? Да я твои названия не запоминаю. В памяти они мне не нужны. У тебя они все там. Так лучше готовиться надо к звонку, понимаешь? Лучше готовиться надо. Да я подготовился к звонку. Я тебе вопросы задал. Даже один вопрос, на простой вопрос, ты не можешь мне ответить. О чем ты можешь говорить? А какой ты можешь быть защитник? Какой ты можешь быть представитель? Когда ты за себя не можешь ответить. Ой, блядь, ты пиздец. Такой дешевый развод, блядь, пиздец. Гений манипуляции. В чем развод? Гений манипуляции, блядь. На слабо. На слабо хочешь взять. Пиздец просто. Вот ты в школе учился? Начнем с этого давай. Ты в школе учился? Ой, блядь, я тебе еще раз говорю. Не ебет тебя моя личная жизнь абсолютно. Если тебе хочется поговорить о чем-то конкретном. Ты в школе учился? Да, вот если ты в школе учился, то у вас 78-го ты года рождения, да? Конкретику давай. О чем ты хочешь поговорить? Если ты позвонил поговорить обо мне, то давай на этом прекратим разговор. Если ты хочешь разговаривать обо мне. Если тебя интересует какая-то тема, так нет, я тебе еще раз говорю, я не собираюсь рассказывать о своей личной жизни. Она никого не волнует. Не важно, публичный я человек, не публичный. Ты в жизни стесняешься? Я ничего не стесняюсь, просто это лишнее. Я считаю, что лишнее... Ну почему личное? Ну как личное? Ну вот так вот. Ну расскажи, сколько раз ты в день ебьешься? Расскажи, мне просто интересно. Сколько раз дрочи? Чуть-чуть старше тебя. Чуть-чуть старше тебя. Юль, уже с этим как бы... Все уже завязал. А сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Ну постарше тебя. Ну сколько, сколько, давай, сколько? Ну как сколько? Тебе зачем? Юль Старший... Ну ты же меня спрашиваешь, с какого года я рождения. Я тебя спрашиваю, сколько тебе лет. Кули ты, блядь, ломайся, как девочка. С 74-го года я рождения. Ну и хули, ты уже импотент, что ли? Уже, блядь, не дрочишь, что ли? Или что? В чем проблема? Нет, я не дрочу. У меня жена, у меня дети, у меня все прекрасно. Ну видишь, я рад за тебя. Сколько у тебя детей? Поэтому ты передергиваешь. Сколько у тебя детей? И давай начнем с этого. Двое. Двое. Девочка, мальчик, сколько лет? Девочка, мальчик. Сколько лет? Как зовут? Ну зачем тебе эти сведения уже? Ну как зачем? Ну ты же спрашиваешь, ты же спрашиваешь меня. Да, ну я-то не медийная личность, как ты себя выставляешь, правильно? Я себя не выставляю. Я себя не выставляю. Послушай, Юрок, я себя не выставляю. Выставляют проститутки, понимаешь? А я просто делаю то, что я хочу делать, то, что мне нравится делать. Это называется хобби. Вот ты сидишь, блядь, хуйней занимаешься, делаешь звонки какие-то непонятные. Это твое хобби. Почему непонятное? Да нет, у меня не хобби. Я просто хочу узнать, откуда берутся такие люди, вот как ты. Какие такие? Давай, архтилизуй меня. Ну я же тебе сказал, ты говноблогер. Говноблогер. Ты не работаешь. Так вот я поэтому и говорю, какого хуя ты мне звонишь, чтобы мне сказать, какой я говноблогер. Ну короче, вот эта вот вся фигня. Цель твоя звонка какая? Какая цель звонка? Оскорбить меня. Я же тебе говорю уже пятый раз, пятый раз узнать о тебе побольше. Ну зачем? Я же тебе, по-моему, уже сказал, что я не собираюсь о себе давать никакую информацию. По-моему, этого более чем достаточно даже для тупого человека, которому 10 раз сказали. Ну ты что, по ходу дела более чем тупой? Сколько раз мне нужно тебе повторить? С собой не сравнивай. С собой не сравнивай. Ладно, у нас с тобой диалог превращается в какой-то, блядь, детский лепет. Понимаешь? Я понимаю, что тебе уже старческий маразм, что у тебя там уже, блядь, нихуя не работает. Поэтому давай заканчивать разговор. Что не работает? У меня все работает. Можечок твой, блядь, недоразвитый не работает. Если ты позвонил мне, чтобы поговорить обо мне, то ты ошибся. Я не собираюсь с тобой об этом разговаривать. Давай, прекращай на этом разговоре. А, ты просто пилишь ролики, выкладываешь. Пускай будет так. Считай как угодно. За что живешь-то? За донатики живешь? За хуятики. Я, блядь, миллионер. Ты знаешь, сколько мне в день бабла приходит? Записывай. У тебя приходят? Конечно, блядь, я миллиардер уже. Просто миллиардер. Вот ты сейчас трубку положишь и бабло мне скинешь. Слышишь меня, не? Бабло скинешь мне? Ты что, блядь, параллельно со мной разговариваешь? У тебя что там, задержка, блядь, идет? По сигналу или в чем проблема? Ну, ты не даешь мне слово сказать, перебиваешь. Я тебя спрашиваю, откуда у тебя бабло сыпется? Ну, ты ж только что ответил, откуда бабло сыпется, блядь. От донатиков, как ты сказал. Миллионы получаю. Да. Миллионы. Хорошо. Миллионер. Ну, так ты ж сам сказал, что я получаю донаты. Ну, да. Я вот поэтому спрашиваю, тебе хватает этих денег? А ты откуда получаешь бабосики? И тебе денежки хватает на жену и на детей, а? Мне государство платит зарплату. Государство платит? Ну, говорю, хватает бабулек, чтобы жену содержать? Конечно, хватает. Сколько платит в месяц? Хватает. Сколько в месяц платит? Больше среднего по нашему городу. А какой город? В каком городе платят? Как? Махачкала. Ой, блядь. И сколько там платят? Там же на рапиздец копейки платят. Да нет, нормально там платят. Ну, блядь, назови цифру. Хули ты как девочка внесся, блядь. Цифру назови. Ты внесся, как девочка. Я тебе говорю, нормально платят. Цифру назови, говорю. Цифру назови. 15 тысяч, что ли, блядь. Это ты считаешь нормально, блядь. Пиздец, что, блядь. У кого какие заморозки? Ну, так я тебе говорю, как у тебя, блядь, в твоем городе, блядь. Средняя зарплата. Ну, хуй с ним, пускай 20 тысяч. Тебе что, жена содержит? Не хватает на жизнь. Юр, тебя жена содержит? Скажи честно. Нахуя тебе жена, которая, блядь, тебя содержит, а? Тебе не стыдно? Я тебе что, сказал, что меня жена содержит? Я говорю, мне хватает моей зарплаты на мою жизнь. Ну, я понимаю, что, блядь, 20 тысяч тебе хватает. Хули тебе там, тебе надо, блядь. Трусы, носки, да и все, правильно? Ну, с коммунальными, 1500 рублей всего. Че 1500? На что их тратить? Коммунальные. На что их тратить, остальную сумму? Я не знаю. На рынке баранина, блядь, стоит 175 рублей килограмм. Блядь, ну пиздец. Слушай, я хочу к вам. Приезжай. У нас другие цены, поверь мне, блядь. Тогда на 20 тысяч можно жить. Я говорю, по запросам и зарплаты, понимаешь? Не, поэтому я говорю, что для вас 20 тысяч это хорошие деньги. Для нас 20 тысяч это, блядь, вообще, нахуй. Два раза в магазин сходить. Ну, вот я тебе и говорю, а при чем тут тогда ты говоришь жена? Ты сам просто не культурный человек. Почему ты таким стал? Так потому, что я когда общаюсь с людьми, да, я вот понимаю, с кем я общаюсь и перехожу на манеру общения того человека, с которым я общаюсь. Я же с тобой нормально начал разговаривать. Ты начал, блядь, боковать и такую хуйню нести, понимаешь? Ну, я перешел на твой язык. В смысле, боковать? Я тебе вопросы задал. А это что, ты считаешь, что это я боковал, когда вопросы задал? Конечно, конечно. Я тебе раз ответил вежливо, два ответил вежливо, три ответил вежливо, четыре ответил невежливо, потом еще невежливо, что тебя не ебет моя личная жизнь. Тебе никто не собирается ее рассказывать. Но ты все равно как, блядь, из тукан начинаешь одно и то же, блядь, одно и то же. Сколько нужно раз сказать? Ну, ты считаешь, личная жизнь твоя, вот это вот все сведения, где ты учился, где ты женился, это свои личные, ну, женился, да, личные сведения. А какое у тебя образование? Ты не можешь им похвастать, там, обосновать. У меня хорошее образование, поверь мне, но тебя это не должно никак волновать. У меня, поверь мне, хорошее высшее образование, у меня красный диплом, все заебись, ты не переживай. Но тебя это не должно волновать абсолютно. Я человек не глупый, если ты до сих пор этого не поняла, что у тебя там не сходится. Тогда не сходится, не сходится в твоей биографии. Если ты человек с высшим образованием, не глупый, почему ты в армии не служил? Да тебе не должно, ебать, служил я, либо не служил. Ты можешь понять, что такие сказки, пытаться, блядь, вытянуть от меня какую-то информацию, ну, не прокатят. Ну, значит, ты с дефектом, с небольшим? Да пускай будет с дефектом, пускай, блядь, с большим, небольшим. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Ты что хочешь-то конкретно? Хочешь самоутвердиться за мой счет или что? На два вопроса, нет, просто я хочу узнать, на два вопроса ты ответил. Все, хорошо. Ну, хорошо. Главное, что ты получил ответы. Нет, вот ты еще в ролики выкладываешь, ты говоришь, что ты журналист. Ты журналист? Я хуй знает, какие ты там ролики смотришь. Где я такое говорил, блядь? Я просто в ахуй. Ты случайно телефон не перепутал, нет? Ты кому вообще звонишь? Ты фамилию мою знаешь, как меня зовут и тому подобное? Конечно, ты же везде этим трубишь. Мамаев, Владимир Владимирович. А, ну ты даже позвонил мне, понимаешь? Ну где, блядь, я говорил, что я журналист и тому подобное? Блядь, я хуй его знает ваши фантазии, блядь, влажные. Что там у вас, блядь, в голове? Я хуй его понимаю. Ну, откуда ты взял эту информацию? Откуда? Я тебя спросил, ты журналист или нет? Значит, ты не журналист, правильно? Ну, блядь, давай методом перебора, блядь, сейчас все в специальности перечислим. Нет, я не журналист. Я тебя могу сказать об этом. Нет, не журналист. Это я скрывать не буду. А, ну все, теперь я понял. Ты просто вольный блогер. Ой, блядь. Правильно? За счет Ютуба ты живешь, значит ты блогер стоишь. Да, да, миллионер за счет Ютуба. Мне Ютуб каждый день платит, блядь, по сто тысяч, блядь. В месяц получается, блядь, 30-50 лямов. Мне хватает. Тысячи лямов, пойму. Да похуй, блядь, мне хватает. Я не считаю, я просто в угол комнаты складываю, блядь. Я уже не знаю там, куда эти деньги девать. Ясно, ясно. Ну, тебя ж это волнует, правильно? Да, вот поэтому я тебе говорю, лучше договорись. С полицейским, чтобы не было, дороже тебе выйдет. С каким полицейским договориться, скажи мне? Ну, с каким? С которым у тебя судебные тяжбы сейчас идут? Ну, назови фамилию, я просто не знаю, потому что, может, у меня много судебных тяжб, просто я же, может, не все показываю. С кем договориться-то? Ну, где-то заявление делал 10 ноября приходил, ты заявление делал. Заявление делал. Ответственная была пора делу, да. Ты выставил там в смешном цвете, чепухой обозвал. Ну, ты фамилию можешь назвать? Да я что-то не выписал пока, фамилию записал. Ну, как же ты готовился? Мне это не важно. Ты мне хотел уже адвоката направить и тому подобное, а сейчас даже фамилию назвать не можешь. Ну, что-то как-то, блядь, не бьется. Я просто начал разговор, подловил тебя просто, чтобы ты не слез с темы. А ты повелся просто и все. Да, конечно, повелся. Я же, блядь, дураков всегда, блядь, слушаю внимательно. Ну, у тебя будет какая-то интересная тема, которая будет, блядь, интересна мне там и другим людям? Просто мы сейчас с тобой ни о чем говорим. Просто... Нет, почему? Все, я все, свои вопросы интересуют. Что меня интересовало, я тебе задал вопросы. Еще просто ты будешь за свои действия отвечать так просто перед подписчиками? Признайся, что ты вот выложил это видео, ролики запилил вот эти. А что ты там в суде начинаешь заднюю давать? Будь мужиком, скажи, да, я снял, я выложил. А то я не снимал. Что, хуела, доказать никак не можете. Начинайте какую-то хуйню пороть, понимаешь, с этими, блядь, звонками непонятными. Ой, ребята, блядь, я хуею. Как все, блядь, у вас запущено. Снимал ты ролик. Ну, ты, блядь, что, в глаза долбишься, что ли, а? Я же и на суде говорю, и видно, блядь, на видео, кто снимает. Конечно, я снимал, что, блядь, слепой, что ли. Ну, кому ты видео передал для монтажа? Да тебя ебет это или нет? Кому я чего передал? Это не должно никого волновать. Нет, ты передал, что ты свершился. Чего? Факт свершился, ты передал это видео уже, правильно? Ну, вообще-то, блядь, эта информация доступна для любого человека и для тебя доступна, пожалуйста. Несколько каналов есть, где эти ролики размещены, скачивай, распространяй дальше. В чем проблема? Да мне это не нужно, я этим не живу. Я же тебе говорю, у меня государство деньги платит. Это ты вот ерундой занимаешься. Я у тебя спрашиваю, сколько тебе денег платят и основания какие? По инвалидности или по чем тебе там платит она? Я же тебе говорил, что у меня зарплату платит государство. Ты забыл уже? Записывай. Зачем мне записывать? Я говорю, по инвалидности тебе платят или почему? Я тебе говорю, зарплату платят. Пятый раз говорю, зарплата. 20 тысяч. Запиши. 20 тысяч. Да не хочу я ничего записывать. Короче, давай, тема пропадает, перестает быть интересной. А я понял. Есть вопросы. Короче, так и будешь, не признаешься в своих действиях. Все, всему свое время. Не спеши. Не спеши. Ты, как мой подписчик, должен набраться терпения. Скоро все узнаете. Все будет хорошо. И тебя вылечет. Для кого? Ну как все? Для всех будет все хорошо. Хэппи энд будет. Скорее всего тебя вылетит. Ты же с дефектом у нас. Ну пускай будет так. Понимаешь, я не собираюсь никого в чем-то убеждать, переубеждать. Считаешь так, пускай будет так. А, ну я понял. В общем, ты не хочешь решать вопросы. Так а ты ничего не предложил. Юр, ты же ничего не предложил. Ты что-то начал заикаться, а потом раз, как-то и слился. Кто тут мне адвоката предлагал? Какое-то мировое соглашение рассмотреть? Там еще что-то. До суда, после суда. Я хрен его знает, что ты хочешь. Ладно. Просто я хотел услышать ответы на вопрос. От медийной личности откуда... Ну понятно, понятно. Это называется, хочешь пообщаться. Так сказать, соприкоснуться с тем человеком, которого ты смотришь. Еще потрогать бы, вообще было бы ништяк. Нет, я с одним общался. Маркин фамилия, знаешь такого? Ты же смотришь говноблогеров Александра Маркина. Слышал, да, слышал, да. Что-то клуб Патриот, что-то такое, да. И чего дальше? Да, да, да. Ну и расскажи, мне просто интересно. Я просто не смотрел его видео. Ну, расскажи, что там. Ну все, потом он в тюрьме сидит сейчас. Ну, бывает, бывает, чушь. Мир не без добрых людей. Говнюки нашлись, посадили, ну что же делать. Всякое бывает в жизни. От сумы и тюрьмы не зарекайся, как говорится. Это может ждать любого человека. Да, так что устраивайся на работу нормальную, прекращай заниматься говноблогерством, договаривайся с потерпевшей. И все у тебя в жизни... И женись, самое главное, не затягивай. Потерпевший? А кто потерпевший-то? Полицейская, которую ты оскорбил. Я оскорбил? Я же еще раз говорю, я никого не оскорблял. Так, может, полицейская там меня это... За меня замуж собралась, нет? Да нет, у нее же своя семья есть. Да какая своя семья? Она в суде говорит о том, что она бедная, несчастная, одна воспитывает ребенка и тому подобное. Ну что ж вы, невнимательно смотрите судебные заседания. У нее дети есть, да. Да, но мужика-то нету, нету мужика. Ну это ты не знаешь, и я не знаю об этом. Об этом никто не знает. Ну так она сама об этом говорит. Она сама об этом говорит. Ешь, за язык никто не тянет. Ну мужика еще не говорила. Причем тут? Ну смотри внимательно. Внимательно смотри ролики из суда. Когда судья задал вопрос, когда судья задал вопрос по поводу скорой помощи, что она сказала в ответ? Она сказала в ответ, что нет, я отпустила скорую, потому что я одна с ребенком. Мне некому ребенка оставить. Ну это ее слова. Отсюда делаем выводы. А можно зайти к ней на страничку ВКонтакте. Посмотри. Да там такая презентация. Пипец просто. Невеста на выданье. Ну это ее личное дело. Ну да в том-то и дело. В том-то и дело. Зачем пихать свой нос куда не следует. Интересоваться моей личной жизнью. Мне тут раздавать какие-то советы. Там куда-то устроиться. Там жениться. Там еще что-то сделать. Да тебе вообще не должно это никак волновать. Это сейчас не буду грубо выражаться, раз вроде мягко разговариваем. Ну зачем вот этот твой совет? Зачем твой совет? Чем мне нужно заниматься? Я занимаюсь любимым делом. Я вот могу только посоветовать другим людям. Там не знаю. Там вот занимайтесь только тем, чем вам нравится заниматься. Не ходите на ту работу, которая вам не нравится. Это ж редкость, когда человек занимается любимым делом. И еще за это деньги получает. Это ж вообще ништяк. Правильно? Вот твоя работа нравится или нет, за которую тебе 20 тысяч платят? Скажи мне нравится или нет? Нравится. Заебись. Вот тебе повезло. Но большинство людей ходят на работу как на каторгу. Не нравится им эта работа. Ходят чисто за деньги. Чисто как проститутки. Продают себя и свое время. За деньги, за рублики, за бумажечки. Понимаешь? Я понимаю. Я понял, что вот из этих факторов, которые я установил, складываются вот такие личности, как ты. Вот и все, что мне требовалось просто доказать, подтвердить самому себе. Ну это хорошо, это хорошо, да. Да, молодец. Хороший анализ провел. Ну этот анализ можно было провести давно и по видео. Как бы не обязательно мне звонить. Я достаточно открытый человек. Если хочешь, можем пообщаться с тобой. А мы сейчас что делаем? Ну вживую я имею в виду. В смысле, ну на экране. Чтобы ты меня видел, я тебя видел. Чтобы люди нас видели. Ну ты опять будешь выкладывать вот это все говно свое. Ну вообще-то, как ты говоришь, я публичная личность. Я если считаю, что что-то интересное, да, я выкладываю. Может быть наш разговор тоже выложу. Если я посчитаю, что это интересно. Ну это твое право. Конечно, мое право, да. Я аж не лезу в личную жизнь. Это ко мне посторонние люди лезут. Ну, соответственно, я некоторых пишу. Долбоеба в том числе. Ты же сам себя выставляешь в этот эфир, правильно? Естественно, да. В эту платформу. Естественно. Ты сам, значит, этого желаешь. Если ты туда залез, то как бы будь готов. Если я свою информацию кому-то даю, да, кому-то предоставляю свои какие-то сведения в том объеме, в котором я считаю нужным, значит, я считаю, что это нужно для чего-то, для кого-то. Но если я что-то не предоставляю, значит, я считаю, что это не нужно. То есть я решаю. Я решаю конкретно ту информацию, кому показывать. Просто если ты, говорю, связался со СМИ, то ты и ответ держи. Да я никому ничего не должен. С каким СМИ я связался? Я занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Все. Ютуб это общественная площадка, понимаешь? Общество смотрит на тебя, на твои поступки, дает тебе оценку. И что дальше? Держи ответ теперь перед обществом. Вот что дальше. Ну конкретно, у тебя есть что ко мне предъявить, а что-то где-то себя как-то не так повел, что-то неправильно поступил, поступок у меня может какой-то нехороший. Так ты меня предъяви. Конечно, нехороший. Так по факту. Нехороший поступок. Я тебе предъявляю, то что ты ролик слепил, выложил, а отвечать ты за него не можешь, боишься, включаешь заднюю, виляешь, как проститутка. Да я отвечу по закону. Послушай меня, Юра. Я же по закону все отвечу. Если я что-то совершил неправильное, да, незаконное или еще там что-то, ну, соответственно, буду отвечать. Ну, если не совершил, ну, не обессудьте. Я считаю, что я ничего плохого не сделал, противоправного и тому подобное. То, что касается там какого-то сотрудника полиции, ну, на мой взгляд, из той всей истории именно сотрудник полиции себя вел неподобающим образом и продолжает это делать на сегодняшний момент. С моей стороны все абсолютно корректно. Ну, на сотрудников полиции распространяется также закон Российской Федерации. Действуй от имени закона. Почему ты действуешь вот так вот из-под тишка, выкладываешь ролики, подписываешь там, оскорбительные подписи выкладываешь. Да я ничего не подписываю, ничего не выкладываю, никого не оскорбляю. Твой канал называется Мамаев Про? Мамаев, это же не... Ну, и что, это мой бренд. Считай, что это бренд, понимаешь? Знаешь, вот есть бренды, бренды по фамилии. Есть бренды по фамилию. Том Форд, знаешь такой вот человек есть? Знаю. Парфюмерная вода. Знаю. Ну вот и много там есть фамилий, которые стали со временем брендом. Так тебе оттуда устроить, нет? Я еще раз говорю, если ты хочешь мне что-то предъявить, Юр, если хочешь, то называй конкретно, что, где и как я себя повел как-то неправильно. Конкретно, не просто общие слова, а конкретно. Ну, я тебе конкретно говорю, ты выложил ролик, оскорбил человека, и начинаешь включать заднюю. Это общие слова. Какой ролик? Каким образом оскорбил? Да вот конкретика должна быть. Это все слова, пустые слова. Полицейского ты чепухой обозвал конкретно. Да не называл я полицейскую нигде, нигде. Ты на данный момент балабол, потому что ты сотрясаешь воздух без каких-либо доказательств, потому что нету нигде на видео, чтобы я произносил слово чепуха в адрес того сотрудника полиции, о котором идет речь. Так ты не произносил, ты бы написал, подписал, понимаешь? Если я на твоем доме напишу Мамаев там чепуха, балабол. Ну, там же не надо сочинять. Ну, нету таких надписей, нету таких надписей, что там такой-то, такой-то человек чепуха. Ну, нету этого. Зачем вот эти влажные фантазии? Зачем вот эти фантазии вообще не понимаю? Ну, в общем, ты своим словам не хозяйка, я понял. Ну, так если этих слов не было, зачем мне их приплюсовывать? Если истец в судебном заседании не может даже пояснить, не может пояснить на вопрос судьи, с чего вы взяли, что вы балабол, либо чепуха, она не может ничего сказать, потому что, ну, вот я так решила. Она себе сама выбрала название, сама себе взяла и сказала, я буду вот либо балабол, либо чепуха. Но я еще не определилась, кто я из этих двух названий. Так ты же фотографию ее выложил. Какую фотографию я выложил? Какую фотографию я выложил? Какую? Вопрос. С ее изображением ты выложил. Ты же не выложил свою фотографию и внизу не написал балабол. Правильно? Ты же ее изображение выставил. От этого все ясно всем здравомыслящим людям. Ну, это не всем ясно. Не всем это ясно. Кто с дефектом в голове, тому не ясно. А всем здравомыслящим людям все ясно и понятно. Ну, вот вам ясно и понятно. Хорошо, пускай будет. Давай, Володь. Давай.